МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Держкомитет по стандартизации Республики Беларусь вызначил лепшие товары по выниках 2022 года. Православные верники означают одно из головных свято в церковном календаре – водохрыща. Про это не только далее в программе. Могилешина означает 85 годов с дня заснования. На урочистом сходе с нагодой юбилея в области старшиня Аблваканкам Анатолий Сашенко подяка у процентуников у працонных коллектива, у громадских организаций и у всех активных же хоров Могилешины. За годную кладу развития региона 15 человек были удостоены гонорового звания – «Человек года Могилешины». Работники сельской господарки, будовники, спортсмены и представники инших профессий, кто уносит значную кладу социально-экономичное развитие в области при мале веншивании со святом. Так, за шмат годовую пленную працу, высокий профессионализм, значную кладу развитию региона, первый проректор Белорусско-Российского университета Юрий Машин и наставник 45-й школы Могилева Наталя Язерская отримали гоноровые грамоты администрации президента Республики Беларусь. По выниках працы за 2022 год 15 человек удостоены гонорового звания «Человек года Могилешины». Люди, кто своей працей формирует сучасная обличча Могилешины. Так старшиня Могилешского балконкам Анатолий Саченко звернулся до лепших представников региона. Улику тых, кто отримал гоноровые звания «Человек года Могилешины» и директор телерадио-компании Могиле Татьяна Ларына. Створальники ведучая значных громадско-политичных проектов регионального и республиканского масштаба. Этой энергией, которую я сегодня испытала, стоя на этой сцене, я хочу поделиться со всем коллективом телерадио-компании Могилев. Потому что успех директора предприятия, он куется только из командной работы работников этого предприятия. Вы знаете, сейчас журналистам очень непросто. Ведь слово сегодня тоже оружие. Поэтому мы все вместе сплочены. И эта награда греет меня. И с радостью поделюсь этим со своим коллективом. Хочется выразить слова благодарности нашим ветеранам, бывшим руководителям области. И, конечно же, тех, кто сегодня работает, кто сегодня делает славу нашей Могилевщине. У нас прекрасная область. Она развивается. Есть хорошие проекты, которые реализуются. Есть намерения реализации еще ряда социальных и не только социальных проектов. И вот это динамичное развитие области, это все благодаря нашим людям. Благодаря их упорному труду. Благодаря, наверное, даже больше любви к своей родине. Нагадаем, телеканал «Беларусь-4 Могилев» покажет телеверсию урочистого мероприемства, присвеченного 85-ти годю Могилевщины. У 21-го дня у 20-го студента и у 15-го дня 40-го хвилин у субботу 21-го студента. Юлия Нашлыкова, Александр Артемьев, новины региона. Зменения в законодавстве, пенсии и податки, социально-экономичное развитие региона, будовництво и жильево-коммунального господарка. АПК и безумовно кадровый потенциал в области. Тем закранули шмат. На Могилевщине проходит семинар для керавников ГАР Райвы Конкамов. У якости спикера у семинару специалисты об Лайвы Конкаме и разных ведомствах. Новоковцы Беларуси у приватности – представники Беларусской державной сельской господаршей академии. На передзе весна и аграры рыхтуются уже до пасявной. Одно из актуальных пытаний – как протягнуть больше инвестиций у района и развивать вытворчасть. Такая бучоба для керавников ГАР Райвы Конкамов – это махчимость познайомиться с экономичными тенденциями в сушасных умовах. Проанализовать изменения в законодавстве, а так само обменяться в опыт там. В процессе проведения совещания доводится информация о тех новациях в законодательстве, которые председатели должны использовать в своей работе. Требования по подбору кадров, формированию резерва на должности, включенные в реестры главы государства, областные реестры. Вопросы информационной работы, идеологической работы в коллективах. Развитие в социальной сфере. То есть все те направления, которые присутствуют в работе председателя Горрайсполкома на местах, в развитии регионов. В регионах, в регионах, в регионах сила государства. Конкретно я рассматривал вопросы касаемо национальной безопасности и о роли и ответственности председателя городских районных исполнительных комитетов о своем месте именно в системе национальной безопасности. Для того, чтобы принимать правильные управленческие решения и уже активно начинать работу по всем направлениям в этом году, конечно же, необходимо быть в курсе всех новых правил, нового законодательства, новых изменений. Программа очень насыщена. Мы получаем теоретические знания, но и практические знания. Это дает нам общение с нашими коллегами и по тем моментам, которые у нас возникают. И это идет обсуждение и дискуссии по любым темам. Я уверен, что именно те знания, которые мы получаем, хоть за это короткое время, они, конечно, пойдут и на пользу. И для каждого из нас определенный толчок для того, чтобы применить эти знания на своих рабочих местах. А после некоторых годов белорусский туризм переживал неолегкий час. С початку тотальные локдауны, потом поветренная блокада, забороны и открытая ворожесть от коллективного захода. Но это добрый момент, чтобы открыть новые маршруты и породные земли. У «Полный голос» эксперты расскажут, как белорусский туризм расправляет плечи. Не пропустите у вечера новый выпуск ток-шоу «У «Полный голос» на телеканале «Беларусь. Чатыр Могилев». Ни один самолет, ни одна страна не хотели забирать наших туристов из Индии. И пришлось пробивать коридор для самолета нашего, который должен был сесть в определенном городе. Туристы ждали этого в Индии почти месяц. Наша страна всегда выступала гарантом стабильности. Мы доноры мира и стабильности на европейском континенте. Но европейское правительство, коллективный Запад пытаются надеть на нас совсем другую маску. Это просто борьба, скажем так, корпораций. Есть корпорация, у которой есть активисты, есть корпорация, у которой есть полиция и ее дубинки. Как сказал Дмитрий Александрович, ничего личного, только бизнес. Державный комитет по стандартизации Республики Беларусь вызнашил лепшие товары по выниках 2022 года. Сарат пероможцев, что годового конкурсу предприемства Могилевской области. Продукция Бобруйского завода «Рослиных аллеев» отзначена одразу неколькими марками «Рапсового» и «Слонечникового» аллею. Линия разлива аллеи пройдет круглые сутки без спынений. Продукция Бобруйского завода «Рослиных аллеев» корыстается попытом. У месяц тут разливают миллион бутылик аллеи у «Рапсового» и так само «Слонечникового». Причем большая часть, как это минавито «Рапсовой аллеи». И 90% у «Рапсовых аллеи» из Бобруйска отправляются теперь у Израиля. Высокое качество нашей продукции подтверждается наличием регулярных поставок на экспорт. Так, за 2022 год почти 6 тысяч тонн фасованного масла производства Бобруйского завода растительных масел поставлено в страны Израиль, Вьетнам, Канада, Германия и другие. «Рапсовый аллеи» Бобруйский завод вырабляет сам зайчинный и у большинства с российской сыровины. С «Рапса» сотня пресса утиснуть оленья спынна и отрымливаются десятки тонн за сутки. С каждым годом увеличивается споживецкий попыт на «Рапсовый аллеи» и на внутреннем, белорусским рынку. «Рапсовый аллеи» – продукт здорового харчавання. Диетологи звертают увагу на его корыстные якости. У «Рапсовым аллеи» шмат витамина Е, полина сычаной тлустой кислоты и разом с тем меньше канцерогена у приготовления на этом аллее. Я хочу сказать, что «Рапсовое масло» достаточно популярно на сегодняшний день как на внутреннем рынке, так и у наших зарубежных партнеров. Но белорусам все-таки стоит брать пример с таких стран, как Израиль, Германия, где потребление «Рапсового масла» имеет давнюю историю и «Рапсовое масло» действительно оценено по достоинству. Пабруський завод «Раслинных аллеев» ведет свою историю с конца 19-го стагодзе, яму божь за 100 году. За этот час он не одноразово менял уладальников и специализацию. Теперь это открытое акционерное товарыство и его основная продукция – это «Рапсовый аллей». Илона Иванова, Николай Соболев, «Новины региона». 19-го студеня 1999 года президент Беларуси подписал документ об створении Министерства по надзвычайных ситуациях. С того часу 19-го студеня у Беларуси означается профессийное свято – День ротовальника. Левшее в своей справе супрацовники отримали у Знагороды. У Могилевской области у структуры Министерства по надзвычайных ситуациях працует 2500 человек. Кожен из их обрауслужбу на корысть Айчыни и что дня дополагает ротовать людей. Катярына Архипова 10 год працует врачом в пожарном аварийно-ротовальном отраде. Я скажу так, мы помним, наверное, даже каждого нашего пострадавшего. Не по имени, а по обстоятельствам, по каким-то особенностям, может быть, работы. Они все равно, я не могу сказать, стоять перед глазами, но мы их всех помним. Ну и стараемся узнать их судьбу последующую. Очень приятно, когда они выживают, выздоравливают, возвращаются к обычной жизни. Профессия ротовальника по трабое мужности, вытроманности, засороженности. Тут кажут, до кожного оперативного выклика необходимо подыходить с холодной головой. Вызовы разные бывают. Где-то даже котенка доставали. Когда людей спасаешь, наверное, самый такой сложный вызов. Потому что чувствуешь ответственность не только за себя и за тех, кто тебе помогает в спасении. А еще, конечно же, переживаешь за спасаемых. У профессийное свято у Могилевской ратуши полковник внутренней службы Сергей Дямидов за профессийную и самоданную службу ховенжевал у весь особовый склад ратовальных служб в области. 40 человек отримали у Знагороды. Мы выбирали, конечно же, из всех более чем 2,5 тысяч спасателей Могилевщины. Ну и выбрали самых лучших. Учитывая, что это профессиональный праздник, конечно же, нужно пожелать профессионального роста, развития в профессии, в службе, карьерного роста. Ну и простых человеческих благ. Это здоровье крепкого, мирного неба, счастья. У сего ж у профессийное свято больше за 250 человек отримали у Знагороды разного типу. Як и ранее, сярод основных принципов ратовальников застаются профессионализм, адвага и гонор. Сергей Пеклин, Миколай Соболев, Новины региона. Православные верники означают одно из головных свято у церковном календары – водохрыща. По Евангелии 19-го студене Иисус Христос принял хрыщение у Рацеи Ордан. Там у гэта свято связывают с водой и яецу додейной силой. В этот день мы приходим в храм, молимся и совершается особое богослужение. Называется оно «Великая агиасма» или, говоря по-нашему, по-русски, это «Великое священие воды». Это богослужение совершается только в праздник крещения Господня, как бы подчеркивая то, что Господь своим пришествием, как Он сам сказал, пришел исполнить всякую правду. И благодать Святого Духа освящает эту воду. Все происходящее в церкви воспринимается верой человека. Бывает так, что человек приходит не в храм, а за водой. И он может набрать воды освященной, а принести домой неосвященную. Потому что он потолкался, поругался, возмутился. Для него это не праздник, а просто возможность набрать воды. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что мы, христиане, стараемся этот праздник встретить в церкви. А уж потом мы берем водичку, эту водичку используем как святыню великую, с благоговением, с молитвой, употребляем ее и в пищу, и для каких-то своих нужд. Незвычайная скульптура заявилась на Могилевшине. Скульптор Зминска Иван Карпицкий яши раз сдевил нас своей працей. Зрабил снежный маяк. Нагадаем, Иван Карпицкий уже не первый раз творает снежные скульптуры. На початку зимы он зарабил любимых усеями героев мультфильма «Маша» и «Медведь». У гэтера с натхнением для скульптора стал маяк «Ля Жумьен», який размещается недалеко от острова Уэсан. Са маяк узводили 7 годов, а вот на створение его маленькой копии у Ивана сошло 17 дзен и 12 кубов снегу. Разместилась 9-метровая скульптура у вёсты Салтанука на территории доброчинного центра блага. Дякуючи особливой технице, маяк и у гэтера часто и на мессы, не глядычи на дождливое надворье. Незвыкла теплая температура селета выпали на студень, однако, по словах синоптиков, рекорд на водохрышки не зарегистрованы. По шмат годовых меты на зеранях, самый теплый гэтердень был в 2007-м годе. Тады среднесуточная температура склала плюс 7,5 градусов, а самая холодная водохрышка зарегистрована в 1967-м годе. Температура по ветру тады была маль 27 градусов морозу. На пятницу синоптики прогнозуют так само высокий температурный фон у день, плюс 3, плюс 8 градусов. Ветер умеренный на дорогах гололёдится. На протягу суток макшим и дождь, и мокрый снег. В выходные так само опадки и дождь, и мокрый снег. Ветер слабый, температура по ветру у день знизится до минус 1, плюс 3 градусов. Самые актуальные новины в области на нашем сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилю». Долучайтеся, а так само глядите нас в социальных сетках. Я на этом с вами развитываюся. Беражитесь обе. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин